Ведущие онкологи страны обсуждали в эти дни в Барнауле, как бороться с раком. Не случайно встреча прошла в Алтайском крае. Уровень заболеваемости жителей региона по-прежнему высок. В прошлом году этот показатель на 100 тысяч человек населения составил 517, много сравнительно с другими регионами. В России 420. В чем причины и к чему пришли участники конференции, какие новые методики разработали, говорим сегодня с заведующей отделом онкогинекологии Алтайского краевого онкодиспансера «Надежда», кандидатом медицинских наук Татьяна Максименко. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде всего, скажите, пожалуйста, рак – это приговор сегодня или нет все-таки? Ну, конечно же, нет. Рак любой локализации и, в частности, рак репродуктивных органов, которые лечат в нашем отделении, конечно же, это не приговор. Вопрос стоит только в том, когда он выявлен, когда поставлен диагноз, на каком этапе назначено правильное лечение. И процент при разных локализациях выживаемости, пятилетний общий, значительно высок, в том числе сейчас много методик даже с сохранением репродуктивной функции. Вот на этой глобальной встрече, я так назову, конференции, огромный блок был как раз посвящен онкозаболеваниям репродуктивной системы. Скажите, пожалуйста, насколько больше или меньше все-таки стали болеть женщины? Почему? В чем причины? Ну, заболеваемость растет. Вот заболеваемость раком шейки матки, тела матки. Сейчас это бич современности. Но, тем не менее, эти две локализации, они очень рано выявляются. Особенно рак шейки матки инситу. Разрабатываются новые методики. В рамках конференции у нас была большая секция по онкогинекологии. Приезжала профессор Кедрова, это ведущий онкогинеколог из Москвы. Красильников Сергей Эдуардович, это ведущий онкогинеколог Новосибирской области. Поэтому специалистам всегда есть чем обменяться какими-то проблемами, обсудить. Было очень много рассмотрено новшеств именно в химиотерапии. Новые методики по лечению рака эндометрия, рака шейки матки. Поэтому достаточно плодотворная беседа. Вы говорите, растет. А в чем причины роста? Это выявляемость хорошая у нас стала? Отчасти хорошая выявляемость. Ну и причины всем известны. Экология, репродуктивное поведение. Рак шейки матки, к сожалению, очень помолодел. Девочки лежат 14, 15, 16 лет. Раннее начало половой жизни, когда не созрел эпителий, папиломовирусная инфекция. Поэтому, к сожалению, очень много рака шейки матки у молодых. Но в то же время с современными методиками это позволяет их вылечить и сохранить репродуктивную функцию. А есть ли профилактика, кроме нормального начала жизни половой? Как можно уберечься? Профилактика – это нормальное начало половой жизни, это половое поведение, и это профилактические вакцины. Профилактические вакцины от рака шейки матки. Это ставится в маленьком каком-то младшем возрасте? Ставится в 12, 14, 15 лет. У нас реклама, не реклама, а по этому работают. Вакцины, конечно, работают. Елена Анатольевна, вы уже сказали, что было международное участие, да, и очень высокого уровня эксперты. Какие новые технологии привезли, чему научили алтайских специалистов? Ну, вот так как конференция была научно-практическая, то в ее рамках прошел мастер-класс по фотодинамической терапии. Фотодинамическая терапия достаточно давно развивается у нас в Алтайском онкодиспансере. В основном это была локализация кожи. И вот в прошлую пятницу впервые мы пролечили трех пациенток фотодинамической терапии шейки матки. Ну, нам самим понравилось. Мы сами потрясены, насколько это несложно, безболезненно, эффективно, с сохранением репродуктивной функции. Фотодинамическая терапия – это нехирургическое лечение рака шейки матки. Ну, примитивно говоря, если раньше нужно было вот эту вот небольшую патологию на шейке убрать хирургически, то вводится в вену специальный препарат фотосенс, который избирательно захватывается только поврежденными клетками шейки. Потом на место патологического процесса светится определенным лучом лазера с определенным диапазоном и деструкция именно избирательных клеток. То есть повреждается только то, что болит. То, что здоровое остается – корочка, отторгается, здоровая шейка, сохранение репродукции. То есть эти девочки молодые, они могут стать матерью? Безусловно, безусловно. Будете ли вы эту методику применять? Конечно, конечно. Аппарат у нас есть давно, методика запущенная. Она достаточно безвредная, меньше койка день, меньше реабилитационный период. Совершенно нет вот этого у трубчика на шейке матки, который мешает иногда в родах. Например, женщины идут в кесарево. Поэтому, безусловно, это то, что мы будем развивать. А есть ли технологии, которыми наши алтайские специалисты-врачи могут поделиться? Так, как у нас нигде не лечат, например, больше. Ну, технологии, наверное, достаточно, в общем-то, стандартные. Понятно, что мы не единственные в этом мире. Но вот, что касается обмена регионов, вот до этого мы ездили в Новосибирск. Вот профессор Красильников тоже сказал, что нам есть чему поучиться в Алтайском крае. У нас достаточно высокая, в разы больше выявляемость начальных форм рака шейки матки. То есть цитологический скрининг на Алтае работает и организован значительно лучше, чем, например, в соседней Новосибирской области. Мы с вами начали с того, что это не приговор. Вот скажите, пожалуйста, как часто женщины живут, как долго живут? Я понимаю, что с разными патологиями по-разному, но все же в процентах в женщинах. Вот в чем-то? Расскажите, насколько это не опасно, не страшно? Ну, в процентах, наверное, не совсем гуманно будет сказать к нашим пациентам. Пациенты живут достаточно длительно. Есть локализации тот же шейка матки, эндометрии, которые в 95-98% излеченность, у которых сохраняется репродукция, растят детей и внуков. Поэтому, ну, резюмируя вышесказанное, на заболеваемость мы не повлияем. Мы не можем изменить образ жизни. Мы можем только регулярно показываться гинекологу. И заболевания, которые выявляются на ранней стадии, конечно же, они имеют гораздо более лучший жизненный репродуктивный прогноз. Я понимаю, что это все уже сколько раз твердили миру, но все же давайте повторим. Как часто женщина должна провести какие процедуры у гинеколога? Гинекологу она должна показываться минимум раз в год по стандартам, лучше раз в полгода. Это осмотр гинеколога, УЗИ-диагностика, цитологический контроль шейки матки. Это несложно. На Западе это уже святая обязанность всех женщин репродуктивного возраста. Соблюдая вот эти вот несложные совершенно постулаты, ну, практически невозможно пропустить начало заболевания. Благодарю вас за дело и за время, которое вы нашли, чтобы идти к нам в студию. Спасибо большое. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с заведующей отделением онкогинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда», кандидатом медицинских наук Татьяной Максименко. Будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин